На платных дорогах в России планируют значительно сократить штат службы аварийных комиссаров. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на замначальника ГИБДД Олега Панариина. Госкомпания «Автодор», оператор платных трасс, проводит по этому поводу консультации с госавтоинспекцией. В разгар пандемии в 2020 году на платных дорогах заметно упал трафик, поэтому встал вопрос об оптимизации расходов. Аварийные комиссары обходятся газкомпанией примерно в 1 миллиарде рублей в год, 8,5 – 10 миллионов руп. В расчете на каждый экипаж, до недавнего времени их было 85, работали 387 человек. Аваркомы используются на платниках с 2012 года. Они оказывают помощь водителям, которые попали в ДТП, а также помогают в случае поломки и в других сложных ситуациях на дорогах. Комиссары, например, могут подвезти топливо, вызвать эвакуатор, поменять колесо, оказать базовую медпомощь. В среднем служба совершает 75 тысяч выездов за год. В 2019-м Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, поручил создать службу аваркомов и на бесплатных трассах, но идея так и не была реализована. На платных дорогах аваркомов сократят точечно, оптимизация не коснется участков М-11 Москва-Петербург. Обходы Одинцовой и Центральной кольцевой автодороги проходят по Новой Москве и Московской области. Согласно статистике Автодора, на участках, которые обслуживают аваркомы, число наездов – настоящее транспортное средство. Например, вдвое меньше, чем там, где комиссары не работают. По регламенту, аварком должен прибыть на вызов в течение 15 минут и обеспечить безопасность при ликвидации последствий любого происшествия на дороге. Также в рамках программы по оптимизации планируется сократить количество сотрудников на пунктах взимания платы – ППП. Сейчас, напомним, на ППП работают кассиры, принимающие наличные и банковские карты у водителей. Если установить автоматы по приему денег, расходы госкомпании на зарплату кассиров получится сократить в 5 раз. Ранее по теме трасса М-11, некоторые сами не знают, чего пожелать.